Впрямо в эфире на канале ТВ5 новости в студии Алена Матвеева. Здравствуйте! Старые поезда, грязные туалеты, влажное постельное белье. Так выглядят многие украинские поезда. Но все изменится. Обещают представители Укрзалезны. Те, по крайней мере, обновление подвижного состава и инфраструктуры предусмотрено в стратегии развития компании на 2017-2021 года. Так ли это? Проверяла Татьяна Глебова. Телеведущий Андрей Богданович путешествует на поезде несколько раз в неделю. Поэтому о всех недостатках Укрзалезны знает. О них часто пишет на своей странице в соцсетях. Есть такой поезд Кривой Рог Днепр-Одесса. Я в него сел в Запорожье. Вагон-купе. Мой ровесник. Рождение середины 70-х. Туалет с санитарной зоной. Со стоянкой по полчаса. В Федоровке, в Херсоне, в Николаеве и в Новой Каховке. Вы думаете, извините, туалеты тут современные? А-ля Интерсити? Неа. Главный недостаток Укрзалезны в том, что она до сих пор остается в советской системе. Услуги, которые она предоставляет, она предоставляет устаревшие практически услуги. Очень большое количество таких поездов на самом деле. Представители Укрзалезны в апреле разработали новую стратегию. Начинать планируют с капитальных ремонтов подвижного состава. После того, как мы реализовали программу абсолютного минимума и срочного ремонта, мы перешли к закупке нового подвижного состава. И в прошлом году было приобретено более тысячи вагонов. Как вы знаете, на этот год задекларированная цифра уже 9 тысяч вагонов. Новые вагоны уже появились, но далеко не на всех маршрутах. Обновление успели почувствовать разве что пассажиры столичных экспрессов. Появились новые вагоны. Не везде, но, например, из Непра в Киев есть новые поезда. Они чуть-чуть лучше, чем советские, но уже лучше. И это все практически. Больше ничего такого. Обновить каждый второй вагон – пункт, который правление Укрзалезны называет главным в стратегии компании на ближайшие 5 лет. Планируется, что будет создано 6 региональных компаний, пригородных перевозок и вокзальная компания. В планах – закупка новых поездов, оптимизация их использования и внедрение новых стандартов обслуживания пассажиров. По предварительным подсчетам, такие меры позволят снизить убыточность пассажирских перевозок и увеличить в 2021 году доходность на 3,3 миллиарда гривен. Но потратят ли доходы на то, чтобы обеспечить запросы пассажиров, неизвестно. Ведь сейчас между многими городами нет прямого железнодорожного сообщения. Невозможно практически доехать из Запорожья в, допустим, Черновцы одним поездом. Мало того, сложно доехать из Запорожья в Одессу. Очень сложно, невозможно доехать из Запорожья в Кропивницкий, например, одним поездом. Приходится или ехать в Днепр, или пересаживаться в Знаменке. Татьяна Глебова, Андрей Снесаренко, ТВ5. Чужая молитва. В кинотеатре имени Довженко презентовали фильм, снятый по реальным событиям 19-летней крымской татарки Саиде, которая спасла жизни 88 еврейских детей. Идея фильма родилась тогда, когда продюсеры услышали эту историю из первых уст. Уже в преклонном возрасте настоящая Саиде, пережившая депортацию крымских татар, пыталась разыскать детей, которых спасла во время оккупации Бахчисарая. Подробнее Екатерина Даньшина. Крым. 41-й год. Оккупация Бахчисарая. Мальчик Ицхак, который вместе с другими детьми евреями скрывается от фашистов, обращается за помощью к воспитательнице детского дома, 19-летней крымской татарке Саиде. Я приняла на ничь без притульных детей. Мне иду же страшно за всех нас. Несмотря на угрозу, Саиде решает помочь детям, родителей которых расстреляли. Дает им крымско-татарские имена, одевает национальную одежду и, главное, учит их мусульманской молитвы. Если немцы знают, что татары хируют евреев, всех расстреляют. Я знаю. Но они дети. Вы же понимаете, что их убьют. Второй раз Саиде спасает детей в 44-м году. На рассвете 18 мая советская власть начинает депортацию крымских татар с полуострова. Главную героиню ее воспитанников также выселяют. Саиде показывает сотрудникам НКВД настоящие свидетельства о рождении этих детей, как доказательство того, что они евреи, а не татары. Детей отпускают, а девушку вывозят с родной земли. Саиде их больше никогда не увидит. Женщина, татарка по национальности, спасла 88 еврейских детей. И вот это символично, что режиссер татарин, который создал этот фильм, сейчас его пригласили в Израиль для просмотра вот этих событий, которые он раскопал из глубины веков. В основу сюжета легла реальная история Саиде Арифовой. Ее продюсеры услышали по телевидению. Саиде тогда в одной из передач пыталась разыскать детей, которых спасла. Фильм презентовали в начале мая в Киеве. На премьеру в Запорожье пригласили представителей татарской диаспоры. Я часть этого фильма. Чего ожидаю? Ожидаю сохранения памяти. Памяти о прошлом. Памяти не только о том, что это была война, что это была депортация. Памяти о том, чтобы сохранить себя, свою национальную идентичность, чтобы не повторилась судьба депортированных народов. Изначально фильм планировали снимать в родном для Ахтемаса и Таблаева Бахчисарае. Но из-за оккупации полуострова крымские пейзажи заменили грузинскими. Также съемки проходили в Киеве и Израиле. Саундтреком к фильму «Чужая молитва» стала песня Джамалы 1944. Екатерина Даншина, Эдгар Копытов, ТВ-5. К чему приводит иррациональный корень русского мира, пытались выяснить и литераторы. В рамках Запорожской книжной толокки в областной библиотеке прошла презентация романа «Череп». Его автор, украинский писатель и журналист, номинант национальной премии Украины имени Шевченко. Подробнее в репортаже наших журналистов. Олег Шинкаренко – автор парадоксального романа «Кагарлыка», которым пишут ведущие издания мира. Его новое произведение «Череп» – это трагикомическая история, которая исследует иррациональный корень так называемого русского мира и причину агрессии против Украины. Это роман, которым я пытался деконструировать героический миф героев Новороссии, которые активно, профессионально, с огромной финансовой и ресурсной поддержкой сейчас конструируются в России. В романе две сюжетные линии. В первой трое россиян убегают от пожара на Дальнем Востоке страны, попадают в скрытый лагерь военной кампании, которая спонсируется чекистом-олигархом. На танке, раскрашенном под кжель, они едут через всю Россию бороться с мифическими бандеровцами. Также есть параллельная сюжетная линия. В процессе написания книги Олег Шинкаренко тщательно изучал фольклор и современную российскую благосферу. Сюда я взял величезную количество диалогов, монологов, цитат для этого романа. Например, мне было интересно, что если россияне едут в машине через лес, который горит, и они спасаются от полумья, то что они могут при этом говорить? А выявляется в российском ютубе величезная количество клипов записанных с видеорегистраторов. Что они при этом говорят? Там их буквально сотни. Сегодня Олег Шинкаренко работает уже над новым романом о Степане Бандере, детально изучая его жизнь. Мария Мархелян, Юрий Васильченко, ТВ5. Сегодня в детском саду номер 226 парус 27 ребят стали выпускниками. Многие из них до сих пор не хотят прощаться с дошкольным учреждением и идти в первый класс. В этом детсаду также обучаются дети и с особыми потребностями. Аня – выпускница детского сада номер 226. В этом году пойдет в первый класс. Но пока прощаться со своей группой воспитателями девочка не хочет. Этот праздник веселый и немножко грустный. В садике всегда тут хорошо. А в школе так мало перемен, а в садике немножко больше, чем в школе перемен. Готовилась Аня к выпускному заранее. Учила стихи и песни. Я буду рассказывать стихи и буду стараться так, чтобы меня слышали, как я пою. Выпускной сегодня у двоих детей Оксаны Колковой. Говорит, ребята всегда шли сюда с удовольствием. Очень довольны садиком. Здесь очень воспитатели, медперсонал. Все очень внимательно относились. Деток любили. Относились как к своим деткам, можно сказать. В честь Дня прощания с детским садом ребята вместе с воспитателями подготовили большую концертную программу. В детском саду номер 226 обучаются 180 ребят. Это 8 групп, 2 из которых для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. С такими ребятами работают врачи. В этих группах мы создаем все необходимые условия для коррекции тех нарушений, которые есть у этих детей. В спальнях у нас в этих группах детки спят на жестких валиках. Это для укрепления мышц спины. В группах очень много игрового, физкультурного оборудования для проведения всевозможной работы с детьми. В следующем учебном году тут откроют дополнительные группы для ребят с особыми потребностями. Кроме того, в Шученковском районе появится еще один детский сад. Мы открываем еще сотый садик с 1 сентября, где будут также обучаться дети с инклюзивным направлением. И на 1 сентября очереди в Шученковском районе по детскому саду не будет. Свободное творчество. Полон красок и цветов. Был день у ребят-художников из Центра детского и юношеского творчества. Они вышли на свое первое занятие вне заведения. Дети рисовали городскую архитектуру. Что из этого вышло, смотрите далее. 16-летняя Алина хочет стать дизайнером. Она заканчивает школу и уже два года занимается в студии изобразительного искусства при городском дворце детского и юношеского творчества. Я поняла, что это действительно мое. Это то, что заставляет меня смотреть на мир по-другому, замечать прекрасные моменты даже в повседневной жизни. Вместе с воспитанниками студии Алина вышла на опен-эйр. На ее полотне будет изображена современная городская архитектура. Сегодня она пробует себя в новом стиле. Я в основном рисую графику, то есть ручкой и карандаш. Но сегодня, скорее всего, возьму акварелью буду рисовать. Краску. Такие яркие, красивые цвета. Задание для юных художников – изобразить объекты современной архитектуры. Тут собрались ребята разного возраста. Самой младшей Виктории 11 лет. Преподаватели уверены – с задачей каждый воспитанник справится. В общем-то, изображение современных архитектурных сооружений не представляет собой особой сложности, потому что архитектурная довольно-таки простая по своему построению. И здесь главное знать детям основы линейной перспективы. А наши воспитанники занимаются студией давно, поэтому у них эти теоретические знания есть. И сегодня они на практике покажут, как они владеют этими знаниями. Руководители студии Дворца детского и юношеского творчества обещают, что это не последнее уличное мероприятие у юных художников. Дмитрий Злачевский, Антон Рудак, Константин Грушко, ТВ5. Мир, рожденный вдохновением. В Запорожье открылась выставка, приуроченная к юбилею студии изобразительного искусства Дворца культуры металлургов. Уникальные работы выполнены в разных стилях. Каждый может найти работу по вкусу. Подробнее далее. Выставку работ воспитанников студии изобразительного искусства Дворца культуры металлургов открыли в областном художественном музее. Тут 196 картин, в том числе и начинающих художников. Могут быть погрешности какие-то в мастерстве, но есть много чувства любви к живописи, желание сделать красиво. Пейзажи, портреты, академическая живопись. Тут можно найти картины на любой вкус. Евгения занимается в студии с 2009 года. На выставке представила свою любимую картину «Девушка в мечети». Это голубая мечеть. Голубая мечеть находится в Иране, город Ширас. И в эту мечеть люди приходят для молитвы. Эта мечеть очень красивая из-за того, что там бетражные окна. А Светлана по образованию инженер в студии занимается третий год. Говорит ее муза «Пятилетняя дочь». 34 года мне было. Я ушла как раз в декрет со вторым ребенком. И очень хотела что-то такое для себя, для души. И вот попала в эту студию, узнала. И благодаря Лилии Ивановне раскрылся мой талант. Студия изобразительного искусства беспрерывно работает с 1932 года. За это время выпустила не одно поколение именитых художников. Ни разу, ни одного года она не прекращала свои деятельности. Что очень приятно. Это руководитель Лилии Ивановна Береженко сохраняет и приумножает те традиции, которые заложены были ее предшественниками. Выставка «Мир, рожденным вдохновением» продлится до 7 июня. Сидонья Ракелян, Дарья Зырянова, ТВ5. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00 не пропустите. Работы продолжаются. Ремонт дорог и пешеходных зон города на контроле у городского головы Запорожья. Возгорание горючего на стратегическом объекте. В Запорожье прошли учения сотрудников областного военкомата и госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Популяризация своего вида спорта. За награды по кио-кушин каратэ соревнуются не только в городе, но и области. Через какие еще испытания предстоит пройти главным героем сериала «Сашка» смотрите после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях в Запорожье и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. А мы с вами увидимся уже в 19.00.